Молодая жительница Казани трудоустроилась в нелегальный интернет-магазин ради баснословного заработка. Теперь ее будут судить за сбыт синтетических наркотиков. А большие деньги останутся только в мечтах. Шрамирование и самопорезы, беседа с психологом о деструктивном поведении подростков, инфаркт, инсульт, цирроз печени, панкреатит, онкология и другие последствия злоупотребления алкоголем. Об этом расскажем в программе «Без компромиссов» в студии Равиль Сайганов. Здравствуйте! Профессию, которая не существует, официально выбрала молодая жительница Казани. 30-летняя дама трудоустроилась в нелегальный интернет-магазин и очень быстро стала расходным материалом наркобизнеса. Ее арестовали и теперь будут судить за сбыт синтетических наркотиков. Обещанная баснословная зарплата останется только в мечтах о легком криминальном заработке. Трудоустраиваясь в интернет-магазин, торговавший наркотиками, женщина решила, что пандемийное время ей будет только на руку. Маска на лице, капюшон или кепка станут дополнительными анонимными условиями, на которых работают закладчики. Бесконтактный способ приобретения синтетики окончательно убедил даму, что заработок подвернулся неплохой и безопасный. Однако очень скоро закладчицу задержали. Девушка дала признательные показания и пояснила, что приобретала наркотические средства бесконтактным способом через интернет-магазин. Расфасовывала мелкими партиями и сбывала путем закладок. Во время задержания у дамы обнаружили 100 грамм порошка. Дома во время обыска нашли еще 3 килограмма вещества. Экспертиза показала, что изъятый является синтетическим наркотиком «Мефедрон». В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконные производства, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По предъявленным статьям женщине грозит наказание в виде длительного лишения свободы. Также в настоящее время проводятся следственные действия на изобличение других участников противоправной деятельности. Все виды зависимости одинаково тяжелы, и каждая наносит ущерб жизни и здоровью. Алкогольная зависимость у подростков – это серьезное заболевание, которое необходимо наблюдать у специалиста. Бесполезно заниматься самолечением или рассчитывать, что проблема решится сама собой. Народные методы тоже в этом случае не помогут. Наша следующая инструкция подскажет, на какие признаки стоит обратить внимание родителям подростков. Симптомами развивающегося алкоголизма у подростка являются непреодолимые желания выпить и потери контроля над собой во время распития. О подростковой алкозависимости говорят следующие признаки. Ухудшение школьной успеваемости, смена окружения, связь с неблагополучной компанией, утрата интереса к прежним увлечениям, вспышки агрессии при попытке поговорить об алкогольной зависимости, в случае кражи денег из дома, возникновение правовых нарушений, хулиганство и драки, игнорирование правил личной гигиены, нежелание общаться с родителями и другими родственниками, проблемы с концентрацией внимания, нарушение координации движения, повышенная утомляемость. При нежелании подростка идти на контакт определить зависимость на ранних этапах алкоголизма довольно сложно. Если нет доверительных отношений с ребенком, родители могут пропустить первые симптомы зависимости. Алкоголь – это яд, который разрушает жизненно важные органы человека. Печень, сердце, мозг. 100 граммов водки убивает 7,5 тысяч клеток головного мозга. 30% всех преступлений совершается в состоянии опьянения. Дети алкоголиков в 4 раза чаще других людей заболевают алкоголизмом и наркоманией. Лечение алкоголизма – это длительный и сложный процесс. Может понадобиться даже госпитализация для лечения абстинентного синдрома, алкогольных отравлений и запоя. Медики выделяют три основных стадии алкоголизма. Сначала появляется психологическая зависимость, пристрастие к выпивке. Человек выглядит вполне здоровым и способен поддерживать свое материальное благополучие. В то же время он не может отказаться от предложения выпить. Следом возникает навязчивая тяга к спиртному. Человек перестает получать удовольствие от общения с близкими, с друзьями без выпивки. Теряется контроль над количеством выпитого. Алкоголь из удовольствия становится жизненно важной потребностью. Появляются признаки поражения организма. Развивается похмельный синдром. Начинаются многодневные запои. На третьей стадии полностью утрачиваются интересы к чему-либо, кроме алкоголя. Повреждения нервной системы и внутренних органов принимают необратимый характер. Больной употребляет спиртное ежедневно. Принудительное отрезвление может привести к смерти. В 95% случаев третья стадия заканчивается гибелью алкоголика от инфаркта или кровоизлияния в мозг. Организм реагирует на этиловый спирт состоянием опьянения. Там задействованы все системы, но, в первую очередь, то, что видно, внешне, это нервная система и психические функции. Если говорить о частном употреблении алкоголя, то со временем возникает зависимость. Это уже другое состояние, которое не интоксикация, а которое является частью большого заболевания, которое называется психические поведенческие арсосы вследствие употребления алкоголя. Первая причина возникающей потребности в алкоголе – состояние эйфории, которое развивается при накоплении дофамина в центре удовольствия головного мозга. Алкоголизм не делится на виды. Врачи определяют его как цельное заболевание. Он развивается и в мужском, и в женском организме. Можно даже у животных развить алкоголизм, если, к примеру, проводить какие-то эксперименты. Избавиться от болезни сложно, тем более без профессиональной помощи. Если это перестает кому-то нравиться, чаще всего это сигнал номер один. Если окружающие начинают замечать, что ты слишком много пьешь, слишком часто пьешь, и твое поведение меняется, вот это обычно бывает самый первый сигнал. Потому что сам человек еще не готов воспринять свое потребление избыточного алкоголизма как нечто из ряда вон выходящее. По статистике, средняя продолжительность жизни человека, злоупотребляющего спиртными напитками, на 15-17 лет меньше. С годами алкоголь и другие токсины выводятся медленнее. Основная часть этанола перерабатывается в печени. Десятая часть выпитого выйдет с мочой, потом и через дыхание. В критических ситуациях важна своевременная медицинская помощь. От этого зависит и жизнь человека. Есть мнение, что алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. Но на этот показатель влияет огромное количество факторов. Такие как масса тела, скорость метаболизма, пол человека, у мужчин быстрее, и сопутствующие болезни. Если вы до сих пор не считаете алкоголь злом, вот еще аргументы. Алкоголизм у подростков не начинает формироваться в 13-15 лет. При этом каждый четвертый подросток не считает пиво алкогольным напитком. А у наркологов, между тем, уже давно есть термин «пивной алкоголизм». При передозировке алкоголь приводит к летальному исходу, особенно в случае употребления суррогатной и несертифицированной продукции. Смертельная доза для среднестатистического подростка составляет от 300 мл до литра алкоголя, принятого единовременно. Попав в тело подростка, алкоголь мгновенно разносится кровотоком по всему организму. Со временем развиваются осложнения и тяжелые отравления, сахарный диабет, цирроз печени, поражение сердечной мышцы, тяжелые психические заболевания. Статистика Всемирной организации здравоохранения насчитывает 140 млн людей, больных алкоголизмом. Распространенность заболевания неумолимо растет. Причем алкоголиками становятся не только взрослые, но и подростки, иногда и дети. При употреблении алкоголя очень быстро развивается физическая зависимость, когда тело подростка испытывает ломку и просит добавки. Развитие тяжелых форм алкоголизма второй и третьей стадии с изменениями во внутренних органах, с психическими изменениями, с деградацией личности и прочими прелестями. Третьей стадии, которая уже как бы абсолютно неизлечима и очень быстро сводит человека в могилу. Врачи не устают говорить будущим мамам о том, что алкоголь и беременность несовместимы. Алкоголизм нарушает развитие плода на любом этапе беременности, даже на самом раннем. И безопасной дозы в этом случае не существует. Если женщина пила при беременности алкоголь, то шансы выносить и родить здорового малыша минимальны. Алкоголь легко переходит из кровотока матери в кровь ребенка, что может сказаться на развитии мозга и других жизненно важных органов, что в свою очередь приведет к порокам развития и повреждению головного мозга и центральной нервной системы. Можно родить ребенка с уже заложенными предпосылками, чтобы он стал алкоголиком, поскольку уже алкоголь будет занимать некое важное место в обмене веществ. И бывает, что рождаются дети уже в абстиненции с синдромом отмены. Если мама до последнего пила, то страдает от похмелья не только мама, но и ребенок. И рождает ребенка, который рождается с похмельем. Алкогольную зависимость, как и все другие, лучше предупредить, чем столкнуться с ней лицом к лицу. А лечением и решением этой проблемы должны заниматься профессионалы, врачи-наркологи. Их знания и опыт, арсеналы лекарственных средств и лечебных методик позволяют помочь людям, находящимся даже в самой сложной ситуации. Если к нам поступает пациент в состоянии интоксикации или в состоянии абстиненции, то на первое место, конечно, выходят медикаменты. Потому что мы должны снять эти явления, они снимаются медикаментозными препаратами. И это длится там до трех недель. То есть похмелье, абстиненция, нарушение функций других органов. Дальше вступает работа психолог, который работает над проблемой зависимости. То есть выясняет причины, факторы, способствующие алкоголизации человека. За что можно зацепиться, чтобы его привлечь на сторону выздоровления. Он же ведь часто бывает не мотивирован. Для подростков главным является общение со сверстниками. Им гораздо важнее быть принятыми в окружении своих друзей и одноклассников, чем понятыми взрослыми. При этом мир подростка, как он сам считает, полон проблем и сложностей. Не со всеми конфликтами взрослеющий ребенок может справиться самостоятельно. Однако и поделиться переживаниями не может. Тогда некоторые подростки начинают вести себя деструктивно. Самоповреждение – то, о чем открыто стали говорить, как о проблеме, не так давно. По большому счету, татуировки и пирсинг – это тоже самоповреждение, но в какой-то степени социально приемлемое. Самопорезы, выдергивание волос, обкусывание ногтей до крови – все это формы самоповреждающего поведения. Поклонники саги о людях Икс, безусловно, помнят этого персонажа. Курт Вагнер – ночной змей, может телепортироваться мгновенно, а благодаря темной окраске кожи он может сливаться с тенями. А теперь обратите внимание на рисунки на его лице. Это религиозные символы, которые он наносит себе сам. За грехи, в виде напоминания и наказания. Вообще, шрамирование или скорификация – специальное нанесение на тело шрамов, которые в законченном виде представляют рисунок или узор. К шрамированию прибегают любители экстравагантности и желающие замаскировать уже имеющиеся шрамы с помощью новых. У многих народов они считаются украшением тела и демонстрируют храбрость. В бенинском племени Бетамарайб их делают детям, чтобы отдать под защиту племенных духов. Суданское племя Нуба шрамирует девочек, девушек и женщин в несколько этапов. Сначала надрезы символизируют женский статус, затем вступление в брак, после – рождения детей. Можно считать скорификацию пережитком прошлого, однако этот вид телесного иезуитства присутствует и в наши дни в молодежной субкультуре. Аниме, манго – там это популярно. И если ребенок увлекается этим, и вдруг становится замкнутым, и начинает носить вот эти вот широкие оверсайзы, причем оверсайзы таких достаточно темных тонов, не следит за гигиеной, не следит за своим кругом общения, вот тогда мы можем предположить о том, что да, скорее всего, у ребенка будет такое деструктивное поведение. В ногу с понятием скорификация или нанесение шрамов в виде узоров идет термин «самоповреждающее поведение», когда подросток, как правило, 13-16 лет, начинает, как бы страшно это ни звучало, сам себе наносить порезы, которые потом скрывает под одеждой. Если открыто пойти поконфликтовать со стрессогенным фактором, я не могу, но пережить мне это где-то надо, я так или иначе найду ситуацию, где я смогу это пережить. В каждом втором, седьмом, восьмом классе есть ребенок вот с такой вот формой поведения. Причем они же даже в среде подобных, они этого не стесняются. Кусать губы, грызть ногти, ковырять заусенцы и болячки – это тоже самоповреждающее поведение. Так реализуется заложенный механизм переключения с эмоциональных переживаний на аспект физического тела. Склонны к такому поведению не все и не всегда. Основной период скарификации вот этого самопореза приходится на седьмой-восьмой класс. То есть это возраст острого проживания подросткового кризиса. И там еще вот эти вот симптомы, предшествующие самопорезам, они идентичны симптомам подросткового кризиса. Возможно, некоторые подростки используют подобное поведение, чтобы добиться определенной реакции от конкретных людей, например, родителей. Но чаще всего это попытка что-то выразить, а не манипулировать. Последствия самоповреждения обычно скрывают, носят одежду с длинными рукавами, наносят повреждения там, где никто их не увидит. Более того, самопорезы могут рассматриваться как забота о себе. Не спешите возмущаться. Это так называемый синдром Мюнхгаузена, то есть преувеличение. Подросток привлекает к себе внимание, хотя это забота в негативном ключе. Причину самоповреждающего поведения может быть несколько. Например, реакция на сильнейшую душевную боль. Самоповреждение в таком случае переводит все внимание на физическую боль. Также это может быть желание почувствовать себя через боль живым. У меня болит, значит я жив. Я существую. Еще одна причина – желание избавиться от чувства вины за проступок. Наказать себя, чтобы испытать облегчение и радость, и продолжать двигаться дальше. Длинной, Добик, длинной! Перестань! Добик, как ты мерзкий! Пожалуй, самая основная причина самоповреждающего поведения у детей и подростков – недостаток внимания. Другого способа заявить о своей потребности в любви подросток пока еще не может. Это происходит в семье, где родители очень центрированы на собственных переживаниях. И считают, что единственное, что они могут давать детям – это удовлетворение их физиологических потребностей. То есть это материальное, и сыт, обут, накормлен, ну и ладно. Ну и все. Какая там любовь? Какие там проблемы в подростковом возрасте? Ерунда все это. Самоповреждение – это преднамеренное повреждение своего тела по внутренним причинам, без суицидальных намерений и без желания нанести ущерб кому-либо во внешней среде, кроме себя. Самоповреждения включают в себя и действия, которые, казалось бы, связаны с саморазрушением только косвенно. Например, сопряженные пренебрением опасностью, повышенным риском, стремлением к экстремальным переживаниям или избеганием депрессии. Повреждения обычно стремятся спрятать, о них молчат. И часто обнаружить их можно только случайно. Если семье пришлось пережить трагедию в недавнем прошлом, или ребенок проживает свою печальную историю, следует быть с ним внимательнее и заботливее, чем обычно. Они говорят как раз-таки о внутренней боли, о том, что мне легче всю мою огромную душевную боль разделить на много-много мелких телесных болей. И мне становится легче. И я вижу процесс заживления, я испытываю физическую боль, и она отвлекает меня от тех эмоциональных переживаний, которые находятся внутри. Терапия у психолога или психиатра в таком случае необходима не только самому ребенку, но и членам семьи. Специалисты не скрывают, рецидивы возможны. Но главная задача – дать подростку необходимый набор инструментов, который поможет справиться со сложной эмоциональной ситуацией и не даст откатиться к прежней модели поведения. А от родителей, как правило, требуется только одно – принимать свое чадо. И в этом состоянии тоже. Не отвечать агрессии и, конечно же, любить. Член Комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб недавно перечислила самые востребованные в стране профессии. Это, что вполне ожидаемое, курьер, а также водитель, бухгалтер, дизайнер. А вот по мнению другого депутата Госдумы Валентины Кабановой, в ближайшей перспективе наибольший спрос будут иметь специалисты в сферах IT-технологий и робототехники. Сложнее всего найти работу с образованием юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Впрочем, в более отдаленном будущем могут появиться профессии, названия которых подчас вызывают и улыбку, и недоумение. Мы собрали несколько таких специальностей. Мир стремительно развивается, появляются новые технологии и новые профессии. В 2016 году был запущен первый российский биопринтер, который печатает живые ткани и органы. Появляются такие новшества, как беспилотные автомобили, интернет-банкинг, мультисенсорные датчики изучения корней растений. Новое время диктует новые правила. И чтобы все успеть и встроиться в современную реальность, необходимо обладать цифровыми навыками и умением учиться. Что здесь самое ценное? Системность мышления, креативность мышления, критичность мышления. И, на мой взгляд, критически важен навык принятия решений, который также включает в себя три составляющих. Принятие индивидуальных решений, искусство общения, сотрудничество или коллаборативность, и жизнестойкость, потому что столько раз жизнь ударит по разным местам. И важно, иногда и упав, но суметь подняться. Итак, профессии будущего. Например, архитектор интернета вещей. Это системный администратор, который подключает не компьютеры и принтеры, а настраивает систему «Умный дом» с удаленным управлением. Такие специалисты уже есть на рынке. Пылесосы, чайники и мультиварки стремительно умнеют. И все важнее становится вопрос информационной безопасности, чтобы «Умный холодильник» не передал наши персональные данные мошенникам. Диджитал-консультант – это специалист, который подберет нужные устройства и приложения и поможет разобраться с их функционалом. Диджитал-консультант рекомендует необходимые для клиента сервисы. Это позволит сэкономить время и деньги. Сосредоточьтесь на воспоминаниях. Специалист по хранению памяти. Такой специалист понадобится при условии развития технологии мозговых имплантов. Они позволят использовать человеческий мозг в качестве жесткого диска, на который можно записать мысли, воспоминания и мечты. Весьма вероятно, что часть людей захочет стереть неприятные воспоминания из своей памяти. Микробиолог-биохакер проанализирует микробиологическую обстановку вокруг клиента и другие важные жизненные показатели. И вынесет перечень рекомендаций для повышения качества жизни и здоровья. Врач по лечению электронной зависимости востребован уже сейчас. И в будущем этот специалист понадобится тем, кто зависим от компьютерных игр, социальных сетей и сериалов. Задача такого врача — вернуть пациента в реальный мир. Виртуальный врач — специальность, которая позволяет получить медицинскую консультацию в режиме онлайн. Вероятно, с развитием технологий онлайн-медицина будет еще более популярна. И, возможно, даже появятся хирурги, которые смогут проводить удаленные операции с помощью роботов и интернет-технологий. Киберклинер убирает из интернета нежелательную информацию. Цифровые клинеры помогут почистить сеть от компромата и фейковых материалов, вредящих репутации. Дизайнер виртуальной среды обитания проектирует места встречи в виртуальной реальности для встреч с друзьями, коллегами и родными. Некоторые университеты, ориентированные на диджитал, уже ведут набор студентов на подобную специальность. Впрочем, все громче и важнее в нашей, а не виртуальной реальности, звучит вопрос сохранения экологии планеты. Все больше стран предпринимает шаги к тому, чтобы сократить выбросы углерода на производствах, заменить бензиновые автомобили на электрокары, организовать переработку мусора. И здесь снова нам на помощь приходят новые технологии, которые позволяют нам все это сделать. И специалисты, которые смогут ввести эти технологии в нашу жизнь, для того, чтобы сделать ее более экологичной, и станут теми самыми специалистами будущего. Инженер терраформирования. Превращение малопригодных для жизни территорий, в том числе других планет, в потенциально обитаемые человеком. Рутинная деятельность будет отдана на откуп машинам и роботам, а человек получит возможность заниматься творческим трудом. Японская поговорка гласит, налови мне рыбу, и я буду сыт день. Научи меня ловить рыбу, и я буду сыт всю жизнь. Научить чему-то своего ребенка, передать ему свои навыки, крайне важно. Потому что никто, кроме родителей, этого не сделает. Это касается и увлечений, и выбора профессий, и поведения в социуме, и отношений к закону и порядку. Это была программа «Без компромиссов». Программа, в которой мы рассказываем о наказаниях за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также о причинах и тяжелых последствиях зависимости, чтобы вы этот путь никогда не выбирали. С вами был Равиль Сайганов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова